Девушки отдыхают И перейдем к еще одному крайне-крайне популярному рецепту Он называется луковые кольца Рецепт очень-очень простой, но обладает рядом нюансов И если вы их не соблюдете, то у вас выйдут не хрустящие луковые кольца в кляре или в панировочных сухарях, а просто жижа Мы сейчас покажем вам, как это можно сделать Что ж, давайте посмотрим на стол Количество ингредиентов у нас не так уж и велико Нам понадобятся панировочные сухари, которые принес Костя с собой Обычные сухари, вот тут они на 25 рублей Полкило стоит 50 рублей Точнее, кило стоит 50 рублей Это обычные, киевские Да Также нам понадобится лук Что касается лука, он стоит дешево, поэтому не экономьте на нем И берите самый хороший, самый красивый, который можете найти И мы покажем, как мы его разделаем Точнее, как мы его нарежем, как правильно сделать И нам понадобится пара яиц, которые я прямо сейчас взобью венчиком для нашей панировки О, старая добрая традиция взбивать яйца У меня съемка идет А, съемка идет? Можешь говорить Ну, если у тебя идет съемка, то я скажу, что нужно заранее начать разогревать масло Потому что температура кипения у него достаточно большая Сколько нальем? Я думаю, сантиметра хватит Сантиметра полтора Подождем, пока она будет нагреваться до нужной нам достаточно высокой температуры Почему достаточно высокой кости? Почему? Потому что нужно, чтобы когда мы опускаем нечто туда в кляре Чтобы оно моментально начинало готовиться А не лежало там и распускало кляр по всему маслу Да К тому же луковое кольцо при небольшой температуре быстро превращается в жижу Наше оно мгновенно стало хрустяще Ладненько, давайте пока начнем резать лучок Как мы его режем, кость? Большие, маленькие, как думаешь? Значит, так как мы сказали, что лук экономить не нужно Соответственно, мы берем лучшие кольца Лук стоит 25 рублей за килограмм, самый красивый, правильно? Поэтому берем самые красивые луковые колечки Чтобы у нас получались шикарные и красивые Значит, серединку выдавливаем, да, и оставляем вот два колечка Чтобы два колечка примерно в серединке остались Луковые колечки должны получиться примерно вот такой вот толщины То есть два внешних колечка из самого центра луковицы То есть самые толстенькие Также вам нужно грамотно подготовиться к обжарке, чтобы все было быстро и тактически Берем кольцо, обмакиваем в наше взбитое яйцо Одной рукой Одной рукой Кладем в сухари И из сухарей вынимаем уже другой рукой А если этого не сделать, то, соответственно, у вас на руках будет постепенно нарастать гигантское количество вот этого вот кляра И потом вырек обжариваем в течение 15-20 секунд в масле Надеюсь, все знают, как понять, что масло горячее Первый признак, оно начинает немножечко дымиться Значит, оно уже очень горячее А готовность его можно проверять вот так, сыпанув, например, сухариков Если они мгновенно начинают шипеть, значит температура высокая Например, у нас уже слишком высокая Сейчас мы уменьшим газ и подождем секунд 20, пускай оно чуть подостынет Начинаем жарить Обмакиваем колечко, яйцо, оп И тут же начинаем действовать другой рукой Смотрите, чтобы вам никто не мешал Иначе вы можете упустить момент Я за 20 секунд делаю примерно 3 кольца Вот сейчас пойдет третье А первое уже я достаю Здесь важно очень быстро, да, все делать и так далее Вот оно уже такое коричненькое, хрустящее В зависимости от толщины кольца Держим их от 20, может быть, даже до 40 секунд Почему? Потому что если колечко толстое То оно просто не успеет приобрести Лук не успеет приобрести ту необходимую мягкость Которую мы хотим от него добиться И будет еще не сладким Да, и соответственно мягкость и сладость Должна в луке проявиться Мы же именно это хотим от лукового колечка Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие у нас получаются классные колечки Само собой подавать их нужно на салфетке В которую стечет излишнее количество масла И подавать их нужно горячими Потому что холодные, они из себя ничего не представляют интересного Сладкий лук Хрустящий кляр Что вы еще хотите от луковых колец? Отличная запусть Соус, к ним прекрасно подходит Тот, который мы готовили И, собственно, к креветкам он прекрасно подходит И, в то же время, к гремкам И к колечкам тоже Ну, вообще, по идее, если соуса нет, то можно же там, ну... Сметана К луковым колечкам подойдет... Извиняемся К луковым колечкам прекрасно также подойдет Просто сметана Просто майонез В зависимости от вкуса Следовательно Хотите сделать соус? Сделайте соус Что по поводу времени и температуры? По поводу времени и температуры Нужно достаточно высокую температуру масла иметь И, следовательно, держать Как наша практика сейчас показала Мы так резво сначала начали говорить про 35 секунд Но практика показала, что минута, минута 10 Вот мы каждый раз колечки снимали Когда у нас получались они хорошие Где-то минута 5, минута 8 Да, в зависимости от того Горячее ваше масло или начинает остывать От того, что вы в нем готовите Постоянные колечки И оно остывает В общем, смотрите сами По цвету, по вкусу Попробуйте С вами был Костя И слава дружатом Кушайте много, кушайте много Кушайте много, кушайте вкусно Подписывайтесь на наш канал Всем пока!